Эй, Купола, снимайте же шапки! Осенью 1918 года в новой старой столице Москве складывается сообщество поэтов Анатолия Мариенгофа, Вадима Шершеневича, Рюрика Ивнева и Сергея Есенина. Складывается стихийно, на Петровке, в квартире одного инженера, куда из боязни и уплотнения и страха за массивные бронзовые ганделябры и золоченую мебель с протертым плюшем пустили жить гимназического товарища Анатолия Мариенгофа. Там же поселился и сам поэт, которому норовили наведаться Вадим Шершеневич и Рюрик Ивнев. Рюрику Ивневу Когда день, как у больного мокрота, и только на полотнах футуристов лазурь, С вами хорошо, Рюрик, говорить о маленьких поэтовых заботах. С вами вообще хорошо и просто. Вы так на свои стихи похожи, входите в сердце нежной поступью, словно во время действия в ложу. Как водится, пошли толки, толковали о новой поэтической школе образа Анатолий Мариенгоф вспоминал. Несколько раз я перекинулся в нашем издательстве о том мыслями и с Сергеем Есениным. Наконец, было условлено встречи для сговора и, если не разбредёмся в чувствовании и понимании словесного искусства, для выработки манифеста. Последним, опоздав на час лишним, явился Есенин. Вошёл он запыхавшись, платком с голубой каёмочкой вытирая с олба пот. Стал рассказывать, как бегал он вместо Петровки по Дмитровке, разыскивая дом с нашим номером. А на Дмитровке вместо дома с таким номером был пустырь. Он бегал вокруг пустыря, злился и думал, что всё это подстроено нарочно, чтобы его обойти, без него выработать манифест и над ним же потом посмеяться. Несмотря на болезненную мнительность рязанского леля, за чаем с Сахарином поэты просидели до поздней ночи. Говорили об изобразительном образе, о возрождении большого словесного искусства песни-песни, калевалы, слово о полку Игореве. Есенин предложил классификацию образов на заставки – статические и корабельные – динамические. Алфавит у него был орнаментальным, быт обладал образной символикой, а конёк на крыше крестьянского дома увозил избу, как телегу, в небо. Зерно образа поэты искали в узоре на тканях, находили в загадках, пословицах и частушках. «Мы – настоящие мастеровые искусства», сказали они. «Мы, кто отшлифовывает образ, кто чистит форму от пыли содержания лучше, чем уличный чистильщик сапоги, утверждаем, что единственным законом искусства, единственным и несравненным методом является выявление жизни через образ и ритм образов». О, вы слышите в наших произведениях верлибр образов? Образы – только образ. Образ – ступнями от аналогий, параллелизмов, сравнения, противоположения, эпитеты сжатые и раскрытые, приложения политематического многоэтажного построения – вот орудия производства мастера искусства. Только образ, как нафталин, пересыпающий произведения, спасает это последнее от моли времени. Образ – это броня строки, это панцирь картины, это крепостная артиллерия театрального действия. Декларация и машинистов. Магдалина с любовью к Сергею Есенину Бьют зеленые льдины, дни погранитные набережные. А я говорю – любовь прячь, Магдалина, бережно. Сегодня, когда ржут разрывы и визжа над городом Шрапнели вертятся каруселями, убивая ираня, и голубую вожу у кучера вырывают смертей кони, жители с подоконников уносят герани, и слякотно – сохрани мои копеечки жизни Бог. А я говорю – прячь, Магдалина, любовь до весны, как проститутка Катеньку за чулок. Декларацию иммажинизма опубликовали в Воронеже в журнале «Сирена» 30 января 1919 года. По воспоминаниям Рюрика Ивнева в столичной газете «Советская страна» и в воронежском журнале «Подъем», передовая линия иммажинистов провозглашала «Вы – поэты, живописцы, режиссёры, музыканты, прозаики, вы – ювелиры жеста, разносчики краски и линии, гранильщики слова, вы – наёмники красоты, торгаши подлинными строфами, актами, картинами. Нам стыдно, стыдно и радостно от сознания, что мы должны сегодня прокричать вам старую истину. Но что делать, если вы сами не закричали её? Эта истина кратка, как любовь женщины, точна, как аптекарские весы, и ярка, как стосильная электрическая лапочка. Скончался младенец, горластый парень десяти лет от роду, родился 1909, умер 1919, и сдох футуризм. Давайте грянем дружнее – футуризму и футурью смерть. Академизм футуристических догматов, как вата, затыкает уши всему молодому. От футуризма тускнеет жизнь. О, не радуйтесь, лысые символисты, и вы, трогательно наивные пассеисты. Не назад от футуризма, а через его труп вперёд и вперёд. Левей и левей кличем мы. Декларация иммажиниста. Магдалина, я тоже люблю весну. Знаешь, когда, разбивая, как склянки, тинькает солнце льдинками, а нынче мохнатые облака паутиной над сучьями труб виснут, и ветер в улицах кувыркает с обезьянкой, и кутают туманы пространства в тулупы, в шубы. Ещё я хочу, Магдалина, уюта, никогда не мятых мужчиной твоих кружевных юбок. В манифестации своих позиций передовая линия иммажинистов била, что мочи. Нам противно, тошно от того, что вся молодёжь, которая должна искать, приткнулась своей юностью к мясистым и увесистым соскам футуризма, этой горожанке, которая, забыв о своих буйных годах, стала хорошим тоном, привилегией дилетантов. Эй, вы, входящие после нас в непротоптанные пути и перепутья искусства, в асфальтированные проспекты слова, жеста, краски, знаете ли вы, что такое футуризм? Это босоножка от искусства, это нитшанство формы, это замаскированная современностью национовщина. Нам смешно, когда говорят о содержании искусства. Надо долго учиться быть безграмотным для того, чтобы требовать «пиши о городе». Тема содержания – это слепая кишка искусства, не должны выпирать как грыжа из произведений. А футуризм только и делал, что за всеми своими заботами о форме, не желая отстать от парнаса и символистов, говорил о форме, а думал только о содержании. Всё его внимание было устремлено, чтобы быть по-городскее. И вот настаёт час расплаты. Искусство, построенное на содержании, искусство, опирающееся на интуицию, аннулировать бы эту ренту глупцов, искусство, обрамлённое привычкой, должно было погибнуть от истерики. О, эта истерика сгнаивает футуризм уже давно. Вы, слепцы и подражатели, плагиаторы и примыкатели, не замечали этого процесса. Вы не видели гноя отчаяния. И только теперь, когда у футуризма провалился нос с новизны, и вы, чёрт бы вас побрал, удосужились разглядеть. Декларация иммажиниста. О ком, не о ком, ах, сметены, сметены, мётлами ветра в кучи, в груды, скатаны в ком облака. Не надо, не надо нам выжатого из сосов луны молока. Слушай, в пухом груди, как хрипло водопроводами город дышит. Как же любить тебя, Магдалина, в нём мне? Нет, ничего не хочу и не буду помнить. Поэт? Разве? Как все, как эти, асфальтовых змей выкидыш? Дай же, дай холодных белых рук твоих, Магдалина, плети. Искусство, восполняя вековой человеческий недостаток в совершенстве, вздыбливает коней над большим театром, рвёт вожжи и мускулы на ногах. А недостаток всё более, и уже куда там недостаток, пропасть, провал? Без проку. Истории не удаётся ничего. И маженисты смотрят вверх. А ведь мы вроде этих глупых лошадей, – говорит Есенин. Русская литература потяжельшей будет большого театра. Стихами кропяли улицы Буду служить молебны. Смотри, Магдалина, Нелюбы опять распяли Поэта В зеркальных озёрах витринь. Только губы твои, Магдалина, губы, Только глаза небные, Только волос золотые рогожи Сделают воском железо крестных гвоздей. Магдалина, я тоже ведь тоже Недоносок проклятиями утрамбованных площадей. Футуризм кричал О солнечности и радостности, Но был мрачен и угрюм. Оптовый склад трагизма и боли. Под глазами мозоли от слёз. Футуризм, звавший Королек Кеннадий, Пришёл к зимней мистике, К мистерии города. Истинно, говорим вам, Никогда ещё искусство не было так близко к натурализму и так далеко от реализма, Как теперь, в период третичного футуризма. Поэзия, надрывная нытика Маяковского, Поэтическая похабщина Кручёных и Бурлюка, В живописи кубики до перевода Пикассо на язык родных осин, В театре Кукиш, в прозе нуль, В музыке два нуля, Ноль ноль, свободно. Вы, кто ещё смеет слушать, Кто из-за привычки чувствовать Не разучился мыслить, Забудем о том, что футуризм существовал, Так же, как мы забыли О существовании натуралистов, Декадентов, романтиков, Классиков, импрессионистов И прочей дребедени. К чёртовой матери всю эту галиматью. С 42-сантиметровыми глотками На крепком лафете мускульной логики Мы, группа иммажинистов, Кричим вам свои приказы. Декларация иммажиниста. Помню, вдруг выбежали глаза ребёнка Из дома душевнобольных И заметались в бензинной копоти. Увидел. Имя. Имя твоё. Магдалина. Кажется, где-то Барабанные перепонки слышали, Даже, быть может, В стальных колокольных звонах, Может, в рёве трубы Иерихонской, Или у ранней обедни. Тише. Словами не топайте, Топотом эскадрона. Не яма долина, А ветер копытами конскими Вставни любви последней. Дух разрушения, Дух забвения прошлого вопит в декларации Ригористов от слова, Мы забыли о существовании натуралистов, Декадентов, романтиков, Классиков, импрессионистов И прочей дребедень. Тише. Сами же говорите, Словами не топайте Топотом эскадрона. Вы-то, ребята, допустим, И хотели забыть, Но, слава богу, не получилось, Хотя вопли стали привычны, Повседневны, как соль, В шоу-бизнесе и телевизионном эфире. Хотя ритм стихов ваших помолодел И рэпом ухает Все с того же эфира, Где сорока двухсантиметровыми Глотками на крепких лафетах Имитации силы Тети и дяди От народа Асфальтовых змей-выкидыши Распинают поэта В зеркальных озерах ветри. Губы взвизгивают. Соломоновой разве любовью Любить бы хотела? Разве достойна тебя поэма Даже в сто крат прекрасней, Чем песни-песни? Ей у ступней Твоих ползать на животе, И этим быть гордой. Разве твоё не прекраснее тело, Чем сад широкобёдрый Вишнёвый в цвету? Ради единой слезы твоей, Магдалина, Покорный, как ломовая лошадь, Кнуту, Внёс на Голгофу я крестбы, Как сладкую нож. Всякое содержание в художественном произведении так же глупо и бессмысленно, Как наклейки из газет на картин. Мы проповедуем самое точное и ясное отделение одного искусства от другого. Мы защищаем дифференциацию искусств. Мы предлагаем изображать город, деревню, Наш век и прошлые века. Это всё к содержанию. Это нас не интересует. Это разберут критики. Передай, что хочешь, Но с современной ритмикой образов. Говорим современной, Потому что мы не знаем прошлые дни. Мы профаны. Почти такие же, Как и седые пассеисты. Мы с категорической радостью заранее принимаем все упреки в том, что наше искусство головное, надуманное, с потом работы. О, большего комплимента вы не могли нам придумать, чудаки. Да, мы гордимся тем, что наша голова не подчинена капризному мальчишке, сердцу. И мы полагаем, что если у нас есть мозги в башке, то нет особенной причины отрицать существование их. Наше сердце и чувствительность мы оставляем для жизни, и в вольное, свободное творчество входим не как наивно отгадавшие, а как мудро понявшие. Роль Колумбов с широко раскрытыми глазами, Колумбов по неволе, Колумбов из-за отсутствия географических карт Нам не по нутру. Декларация и Машиниста В проломленный льдинами борт Души, любви, пламень, Как же мне, Магдалина, Портновским аршинам Вымеривать страданиями Огаженные тротуары, Каким абортом, Расланное твоими глазами, Сердце спасти. Старая песенка. Опять про весну панели захлюпали, Снегом разъеденным солью. Магдалина слыхала? Четвёртым Анатолию предложили воссесть одесную, а он, влюблённый здесь на земле, в Магдалину. Не желаю, гордо. Как это понимать? Это ли не оскорбление чувств верующих? Анатолию предложили воссесть одесную четвёртым. Что делать с кубком поэмы и брызгом стихов? Следует ли читать дальше? Или подать в суд на Мариин Гоффа и его издателя, как это практикуется постсоветским союзом ханджей баснописцев и ежесними? Каждый выбирает сам. С небом надо уметь разговаривать по-настоящему. Дай мне хвалённый мир твой. И всё-таки крестьянской России и дело не было до вопли столичных муженистов. И после, когда раскулачивали, и после, когда городские разламывали купола, деревенские молились, пахали, сеяли. Богу Богово, Кесарю, известно что. А такому, как Мариин Гофф, ткнуться куда? Где для него уготовано логово? Экспликация Николая Александровича Бродяева и актуальна, и необходима. «Личность не может быть детерминирована изнутри и Богом», – писал философ. «Отношение между личностью и Богом не есть каузальное отношение. Оно находится вне царства детерминации, оно внутри царства свободы. Бог не объект для личности, он субъект, с которым существуют экзистенциальные отношения. Личность есть абсолютный экзистенциальный центр. Личность определяет себя изнутри, вне всякой объективности, и только определяемость изнутри, из свободы и есть личность. Все определяемое извне, все детерминированное, все основанное на власти объективности, есть не личное, безличное в человеке. Все детерминированное в человеческом «я» есть прошлое, ставшее безличным. Но личность есть становление будущего, творческие акты». Николай Бердяев о рабстве и свободе человека. На этом пути литературы и пути истории, которой не удается ничего, расходятся кардинально. Искусство добивается своего, искусство сильнее времени. История же вечно нянчится с ним на коленях, ползает, собирает осколки разбитой клизмы. В кубок поэмы для тебя соберу, Магдалина, стихов брызги. Может быть, будут взвизгивать губы? Смейся, паяц! Может быть, в солнце кулаком – бац! А вы там, каждый собачьей шерсти блоха. Ползайте, собирайте осколки разбитой клизмы. Каким, каким метеором, Магдалина, пронеслись мы над землей голодным воющим волком? Разве можно о любви, как Иисусе, вздыхать? Мы безраздельно и императивно утверждаем следующие материалы для творцов. Поэт работает словом, веромым только в образном значении. Мы не хотим, подобно футуристам, морочить публику и заявлять патент на словотворчество, новизну и прочее, потому что это обязанность всякого поэта, какой бы школе он не принадлежал. Прозаик отличается от поэта только ритмикой своей работы. Живопис – украска, преломленная в зеркалах, витрин или озер – фактура. Всякая наклейка посторонних предметов, превращающая картины в окрошку – ерунда, погоня за дешевой славой. Актер помнит, что театр – не инсценировочное место литературы. Театру – образ движения. Театру – освобождение от музыки, литературы и живописи. Скульптору – рельеф. Музыканту – ничего, потому что музыканты и до футуризма еще не дошли. Право – это профессиональные пассеисты. Декларация иммажинистов Что? Как? Молчите! Коленом! Коленом пружины Ее живота! Глаза! Тук! Тук! В багет! В потолок! А стены! Наружу! Магдалина! Ах! Шмык! Крик под наволочку! А губы! Губы! Это! Нет! Что вы! Губы! Уголок подушки прикушенный! Чушь! А тело – это! Это ведь спущенных юбок – лужи! Шумные и скандальные публичные акции иммажинистов из литературных чтений перерастают в яростные диспуты с публикой и кончаются взаимными оскорбительными выпадами и газетной шумихой. Гелемир Хлебников называет друзей поэтов «имаго». Ночью они присваивают московским улицам свои имена, отдирают дощечки с надписями «Кузнецкий мост» и «Петровка» и приколачивают «Улица иммажиниста Есенина» и «Улица иммажиниста Мариенгофа». Стены Страстного монастыря покрывают цитатами отнюдь не богословского толка, а к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину на Тверской прикрепляют табличку «Я с иммажинистами». Логика уверенности сильнее всего. Чтобы не гонять порожняком утлая судёнышка собственного благополучия и «Маго», люди вполне практичные, взяли к себе на борт книжный магазин московской трудовой артели художников «Слово», кинотеатр «Лилипуд», кооперативное издательство «Иммажинисты» и кафе «Стойло Пегаса». Перемытрствовав немалую толику часов в приёмной Московского совета, наконец получили мы от Льва Борисовича Каменева разрешение на книжную лавку. Две писательские лавки уже существовали. В Леонтьевском переулке торговали Ассаргин, Борис Зайцев, поэт Владислав Ходосевич, профессор Бердяев и ещё кто-то из старого союза писателей. Фирма была солидная, хозяева в шевелюрах и собственным местом на полочке истории российской изящной словесности. Провинциальные интеллигенты с чеховскими бородками выходили из лавчонки со слезой умиления, точь в точь, как стародревние солопницы от чудотворной Иверской. В Камергерском переулке за прилавком стояли Шершеневич и Кусиков. Шершеневич всё делает профессионально. Стихи, театр, фильетоны. Профессионально играет в теннис, в покер, влюбляется, астрит, управляет канцелярией и говорит. Но как говорит? Торговал он тоже профессионально. Стихи, посетителей своего магазина делил на покупателей и покупателей. А вот содержатель буфета в стойле Пегаса Анатолий Дмитриевич Силин разбивал без всякой иронии посетителей кафе на несерьёзных и серьёзных, относя к несерьёзным всю пишущую, изображающую и представляющую братью, словом, пустых на языке шпаны, а сухаревцев, охотнорядцев, смоленско-рынцев, отъявленных казнокрадов и неприщученных налётчиков с их весёлыми подругами, к серьёзным. Анатолий Горегов. Роман без вранья. Можно ли помнить о всякой вине, Магдалина? О нас же с тобой не напишут в завете, Нашим скрижалям не выстроят с Кению. Раскаяние свернётся улиткой уныния В каменное сердце раками. Твои, Магдалина, глаза ведь на коврах только выткать. Магдалина, мы в городе, кровь, как из водопровода, Совесть усовершенствование канализации. Нам ли, нам ли с тобой спасаться, Когда корчится похоть, как женщина в родах? Исторические обстоятельства не всегда выше человека, Ибо сам человек – история. Горячечный порыв иммажинизма, Порыв духа ради освобождения, Эпатирующая образность, богохульство, Насилие и жестокость социального переворота, История, как она есть, В апостаси знаков и текста. Горячечный порыв иммажинизма на деле И был настоящей революцией Или хотя бы попыткой её осуществления. «Вас, веру мою, исповедую!» Выносит эпиграфом к своей книге о Есенине и Мариенгофе Революционный композитор Арсений Аврамов, Ревар Савр, Готовый продирижировать героической симфонии На гудках всех московских заводов, Фабрик и паровозов. Закалённый стихами Есенина и Мариенгофа Комиссар Луначарский Мандата на задуманный перформанс не выдаёт, Хотя слушает вместе с коллегией наркомпроса 18 ревопусов Ревар Савра, Озвученные им садовыми граблями На перенастроенном для этого дела рояле. Собрание неве штрифмузыки не оценило. Ученуш из наркомпросов быстро разболелись головы, Как лошади, они жрали пирамидон. А Ревар Савр учил, что рояль – Это интернациональная балалайка. «Это не шутка и не преувлечение», – Восклицает поэт. «Это история и эпоха». Анатолий Мариенгоф «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги». Опять трёхдюймовки хохотали до коликов. Опять артиллерия загробастовала кварталы в охапку. И в небе дымки кувыркались красноглазыми кроликами. «Эй, купола, снимайте же шапки!» «Довольно по тучам кресты волочить, как слюни. На папертях в голови крым-ганканам Май вертокружит с июня. Революция с революцией!» «Магдалина, я тоже пьяный, Я тоже прыгал через костры и шалы В огненом казакине, Танцевал лиздинку с кинжалом». Из всей литературы наименее по душе была нам Литература военного комиссариата. Сначала читали внимательно и точно все мобилизационные приказы. Читали и расстраивались, Чувствовали непрочность наших освободительных бумажек. Впоследствии нашли способ более душеспокойный – Не читать ни одного, Только быстрее пробегали мимо свежерасклеенных. Зажмурили глаза, А вести стали ползти через уши. Анатолий Маренгов, Роман без вранья В дни наиболее решительных боёв с белыми армиями Центральным комитетом ордена иммажинистов Была объявлена всеобщая мобилизация поэтов, живописцев, актёров, Композиторов, режиссёров и друзей действующего искусства На войну с действующим искусством. О чём кричали расклеенные рядом с приказами военного комиссариата По заборам, стенам, столбам и афишным тумбам обращения «Иммажинисты всех стран, соединяйтесь!» Это не было пародией на лозунги и методы пролетарской революции. Скорее, октябрьский переворот с обещанием равенства и освобождения, А на деле принесший массовый террор, тоталитарное угнетение и контроль Представлял собой весьма неудачный иммажинистский опыт Как всегда печально и без оглядки опробованной истории. В России никогда не было творческой избыточности, Никогда не было ничего ренессансного, ничего от духа возрождения. Так печально и уныло сложилась русская история И сдавила душу русского человека. Николай Гердяев «Судьба России» Об отношении русских к идеям Так-то не так Серебряный век русской поэзии и философии, включая самого Гердяева, и есть новейший ренессанс духа. Революционный порыв духа – что это как не дух возрождения? Творческая избыточность иммажинистов тому пример. Не случайно эпоха возрождения завершилась буржуазными революциями, Однако в России революция и возрождение фатально поменялись местами. Сначала 1905 год, затем начало новой эпохи духа, Которая не получила своего продолжения из-за развязанной в Европе войны. Великолепный был Лоренце. Великолепный Мария Нурофф. Граждане, душ меняете бельё исподнее. Магдалина, я также сегодня приду к тебе в чистых подштаниках. Что? Кажется смешной трансформация? Чушь! Поэт Магдалина с паяцем. Двою родные братья. Тому и другому философия с прочим мятные пряники. Пожалуйста, покороче. Любовь и губы. Ах! Ещё я хочу уюта твоих кружевных юбок. Кухарки ранним утром разнесли страшную новость о всеобщей квартирах. Перепуганный москвич толпами стоял перед приказом. Одни вообще ничего не понимали, другие читали только заглавия, хватались за головы и бежали, как оглашенные. Приказ предлагал такого-то числа и дня всем-всем-всем собраться на театральной площади со знаменами и лозунгами, требующими защиты левого искусства. Далее. Шествие к московскому совету. Речи и предъявления пунктов. Около полудня к нам на Никитскую в книжную лавку прибежали Шершеневич и Кусиков. Глаза у них были вытаращены и лица белые. Кусиков, медленно ворочая деревеневшим языком, спросил. – Вы ещё кто-то торгуете? Есенин забеспокоился. – А вы? – Нас уже… Что уже? Запечатали? За мобилизацию? И… Кусиков холодными пальцами вынул из кармана и протянул нам узенькую повестку. Есенин прочёл грозный штамп. – Толя, пойдём, погуляем… И потянулся к шляпе. В этот момент перед зеркальным стеклом магазина остановился чёрный крытый автомобиль. Из него выскочило два человека в кожаных портках. Есенин отложил шляпу. Спасительное погулять слишком поздно пришло ему в голову. Люди в чёрной коже вошли в магазин. А через несколько минут Есенин, Шершеневич, Кусиков и Илья были в МЧК. Анатолий Маренгов. Роман «Без вранья». Что это? Это красных чернил лужа ведь. Магдалина, Магдалина, почему же на кружеве? Кричи, Магдалина. Нет, лжёшь. Пружины, как тогда живота коленом. Молчишь? Молчишь? Я выскребу слова с языка. А руки? Руки белее выжатого из сосцов луны молока. Кричи, Магдалина. Я буду сейчас по черепу стукать поленом. Ха-ха. Это он. Он в солнце кулаком. Бац! Смейся, паяц. Риди, паяц. Смейся, паяц. Над разбитой любовью. Дух времени, революционный дух. Иммажинизм говорил поэзией своих оруженосцев. Горланил их горлом, бил их воплями в барабанные перепонки. Это спасало. Следователь, селись проглотить смешок, вел допрос. Есенин говорил. Отец родной, я же с большевиками. Я же с Октябрьской революции. Читал мое. Мать моя родина. Я большевик. А он и тыкал в меня пальцем. Про вас писал. Красный террор воспел. В этой черепов груди наша красная месть. Шершеневич мягко касался Есенинского плеча. Подожди, Сережа, подожди. Товарищ следователь, к сожалению, в последние месяцы от русской литературы пошел за пошок гуниновщины и мережковщины. Отец родной. Это он верно говорит. Завоняла. Смердеть начала. Из-под вечного золотого следовательского пера ползли суровые и сердитые буквы. А палец, которым чесал он свою макушку, ероша на ней белобрысенький пух, был непростительно для такого учреждения добродушен и несерьезен. Подпишитесь здесь. Мы молча поставили свои имена и через час на радостях угощали Шершеневича и Кусикова у себя на Богословском молодым Кахетинским. Есенин напевал. Все, что было, чем сердце ныло. А на завтра, согласно данному следователю обязательству, явились на театральную площадь отменять мобилизацию. Черноволосые девушки не хотели расходиться, требуя стихов, курчавые юноши, речей. Мы таинственно разводили руками. Отряд в десять всадников конной милиции преисполнил нас гордостью. Есенин шепнул мне на ухо. Мы вроде Марата. Против него тоже, когда он про министра Неккера написал. Двенадцать тысяч конниц выстрелили. Анатолий Мариенгов. Роман без вранья. В пору мобилизации и маженистом отроду было чуть более двадцати годов. Сергею Есенину. На каторгу пусть приведет нас дружба, закованная в цепи песни. О, день серебряный, наполнив века жбан, за край переплесни. Меня в сосуд водопроводов рты, колодези рязанских сел тебя, Когда откроются ворота наших книг, Певучи петли ритмов проскрепят. И будет два пути для поколений, Как табуны пройдут по корнострофы, По золотым следам Мариенгофа, И там, где оседлав как жеребенка месяц, Со свистом проскакал Есенин. Март 1920-го.